Уважаемые любители моих фотографических опытов! Сегодня у нас интересный очень разговор. Дело в том, что постепенно все-таки намечается прогресс, в том числе и в цифровых камерах. В этом отношении на рынке еще в прошлом году появилась очень интересная камера Sigma. Хорошо известная многим уже по предыдущей версии FP. А вот сейчас она появилась с версией с байонетом L. Но это всегда очень интересно, потому что доступ родной лейцевской оптики на высоко разрешающей матрице, тем более сделанной довольно необычным образом, всегда привлекает внимание. Мне эта маленькая камерка привлекла тем, что не 61 мегапиксель, это меня не очень волнует. Я в основном снимаю камерой лейкой SL2S, у которой вообще 24 мегапикселя. В общем, для многих вещей этого вполне достаточно. А привлекла она меня тем, что у нее нет затвора. Затвор электронный. Это сильно меняет дело, тем более он достаточно скоростной. Ну и возникло желание проверить, а что, собственно говоря, прячется в этом маленьком тельце. И вот оказалась камера, которую вы сейчас видите на экране, с объективом 45 мм, практически китовым, без всяких выдающихся особенностей, которые я отправился испытывать. Ну, естественно, я пошел на одно из любимых моих мест, Устинский мост, с которого открывается прекрасный вид на Кремль. И который, собственно говоря, позволяет сделать несколько интересных кадров в пространстве. В Москве таких мест немного. Ну вот, полюбуйтесь, первый снимок, сделанный родным объективом 45 мм, этой камерой. Естественно, с рук. Естественно, в очень плохую погоду. Потому что идет снежок, солнца никакого нет, контраста никакого нет. И все матрицы, которые чудят, они как раз проявляются в такой погоде очень хорошо. Ну, сделав несколько кадров родным объективом, я, конечно, не мог не воспользоваться переходничком, который предназначил для перехода объективов серии M на серию L. Ну, маленький переходничок, вот он здесь, малюсенький. В общем-то, всех дел-то. Но зато он позволяет M-очную оптику ставить на L-камеру, что я часто делаю. Ну, и уж теперь и на Сигму. Это объектив хорошо известный, 135 мм, с начальной диафрагмой 1.3.4. Это апотелит. Вот я его напялил, и посмотрите, следующий кадр. Это как раз вид на Кремль. И следующий, еще один кадр. Это увеличенный фрагмент центральной части снимка. Я сделал несколько кадров. Ну, и еще рядом циркуш, который стоит на берегу Москвы-реки. В общем, здесь все ясно. Объектив работает очень хорошо, с большим запасом разрешения. То есть, настоящий опошный объектив, который можно всячески рекомендовать использовать с этой камерой Sigma FPL. Но всегда, во всех времена, со всеми матрицами есть одна проблема. Большинство современных камер, ну, за исключением Лейки и Хасельблада, практически очень плохо передают оттенки серого. Это раз. И второе, чем они все неизбежно страдают, тем, что очень шумят в тенях и на высоких ISO. То есть, высокая чувствительность портит впечатление от этих камер. Ну, поэтому я, естественно, пошел в метро и закрутил чувствительность до 25600 в этой камере. Ну, понятно, вот посмотрите на эту чувствительность, например, спуск в метро. Тут все ясно, по-моему, работает более-менее прилично. Витраж с подсветкой, самосветящиеся объекты тоже часто получаются плохо. И матрицы их различают как-то странновато. Ну, и самое интересное, серый мрамор на Тургеневской. Пересадка на этой станции хороша тем, что сразу видно, как камеры передают серые. У большинства японских производителей вот этого серого нет. Если вы будете снимать серые объекты, они будут все время как-то окрашены. То есть, здесь что-то с световосприятием, по-видимому, этническим, а не с камерами. А в данном случае, ну, практически серая станция, и тем более крупность нет, и серый мрамор со всеми оттенками, ну, слегка пожелтевшее метро, как это обычно бывает, он, в общем-то, передан довольно верно. То есть, это качественная матрица, и написанная для неё программа отличается в лучшую сторону от всех, собственно говоря, мне известных восточных производителей и камер, и матриц. Потом я отправился купить чайку, это понятно, в чайный магазин, картинку которого вы сейчас видите. Там как раз мне отвешивают лапсанг сушенг, который я сейчас пью. Это такой чай с привкусом лыжной мази. Для тех, кто не понимает, в чём дело, я поясню. Дело в том, что это такая английская традиция времён существования чайных клейперов. Но дело в том, что когда чай возили из Индии, из Цейлон, это была дорогая вещь, и, конечно, простым людям не хватало. Ну, вообще, людям небогатым много чего не достается. Поэтому была развита контрабанда. Какая? Чайные клейпера, в них были такие пеньковые верёвки толстые, якорные, и они укладывались в такой специальный ящик. Ну, и бодрые моряки, в первую очередь, ботсманы, укладывали туда вниз контрабанду, а сверху огромный толстый канат, который было трудно таможенникам достать. В общем, все знали об этом, ну, как закрывали на глаза, приработок такой. Этот чай сдавали в чайные магазины, и простое население, у кого с деньгами было похуже, его с удовольствием пили. Много десятилетий. А надо сказать, что чайные клейпера, хоть и быстро носились, там 40 с небольшим дней рекорд из Индии в Англию, и даже выпущен был виски такой под названием Кати Сарк, ну, такая жёлтенькая этикеточка, там парусник. Ну, это такой самый быстрый парусник, который возил чай. И народ, в общем-то, привык, что за 45 дней этот контрабандный чай ароматизируется пенькой и дёгтем, то бишь, лыжной смазкой. Ну, такой запашок есть. Ну, некоторые любят так спаги мазать, для того, чтобы шокировать известную публику. То есть, иначе говоря, вот этот ароматизированный пенькой и дёгтем чай поступал в магазины. Англосаксонская публика привыкла, и когда уже проблема исчезла, они всё равно требовали такого же чая. Ну, поэтому сейчас существует несколько сортов, продаётся обычно китайского производства. А я люблю понежнее, некоторые любят погрубее. Ну, так вот, попив лапсанга, можно переходить к самому интересному. К посадке объективов типа L на вот эту небольшую камерку. В чём дело? Для сравнения возьмём камеру SL2 с индексом МС, у которой разрешение 24 мегапиксела, ничего удающего. Здесь 61, напомню. И сравним. Ну, и для начала возьмём объектив APOSUMICRON 50 мм с начальной светосилой 2. Вот я снял вход в магазин Darwin для того, чтобы сравнить. Там очень много всяких мелких деталей, разноцветных. И вот, посмотрите, до мира. Тут у нас уже вылезают различия. Как вы видите, обведённых красным кружочком зона светящихся лампочек на лейке SL2 с индексом С различает светящиеся лампочки, жёлтенькие от зелёненьких. А вот это, к сожалению, тоже различает, но намного хуже. Во всём остальном картинка почти идентичная, а по разрешению это, конечно, выигрывает. Особенно, если посмотреть на миру. А теперь покрупнее. Как вы видите, конечно, с объективом суперкачественным APOSUMICRON с начальной диафрагмой 2.50 мм Sigma раскрывает свою 61-мегапиксельную матрицу. Такое сочетание можно только посоветовать и порадоваться. Другая картина при сравнении VARIA ELMARA 2490. Я уже тестировал этот объектив, но в данном случае я посадил его и на лейку SL2S, и на Sigma. В чём же интерес этого объектива? Вот он стоит. Он большой, тяжёлый. Им сложно работать. Но я работал с рук. Этот объектив очень нежен в использовании. 24-70 намного проще и доступнее неопытному фотолюбителю. Но мне это привлекает именно к качествам, которые требуют некоторого мытья рук перед использованием. Что же оказалось? В этом уже случае разрешение зума, как вы понимаете, намного меньше, чем объектива с фиксированным фокусом. Поэтому свои лучшие достоинства он открывает почти одинаково. Вот посмотрите общий план. Вот посмотрите. Укрупнённая съёмка различий по разрешению почти нет. И их же не видно и на съёмке МИР. Почему? Потому что само разрешение этого объектива достаточно ограничено. То есть он не идеален. Ну и последним в моей линейке известных опытов был объектив 16-35 мм, тоже известный, но с выдающимся названием Super Vario Elmar. Да, действительно это супер и действительно Vario Elmar, потому что он как раз даёт разрешение почти в полтора лучше, чем объектив вот этого 24-90. То есть он обладает действительно выдающимся разрешением, которое тоже раскрывается на матрице Sigma с разрешением 61 мегапиксел. Так что я советую всячески использовать именно этот объектив, если у вас нет каких-то художественных задач. А так подходит всё через адаптер ML, вся эмошная оптика, то есть включая выдающиеся, такие как, например, Ноктилюксы с светосилой меньше единицы, различные широкоугольные объективы, прекрасные сделанные. Поэтому могу сказать, что, в общем, эта матрица меня удовлетворила в достаточной степени. Удобство управления очень хорошо. Я не использовал специального приспособления, такого выносного видоискателя, а пользовался просто восьмикратной лупой, которая высвечивается в середине кадра, когда ты хочешь поточнее навестись на резкость. Ну, поскольку я всю жизнь навожусь на резкость с помощью установочной лупы на матовом стекле, мне эта функция очень приглянулась. Поэтому, уважаемые любители фотографий, могу сказать, что да, вот эта камера беззатворная, подчёркиваю, является, конечно, следующим шагом в развитии цифровой техники. И вполне может быть, что с неё начнётся новый тренд камер очень высокого качества, которой, единственное, не хватает оптики. И производители вполне разумно решили, что раз уж сами оптику такую сделать могут с большим трудом, давайте воспользуемся прекрасным набором объективов, которые выпускает фирма Leitz. Поэтому, уважаемые господа, могу только порекомендовать эту камеру, особенно учитывая разницу в цене и возможность, так сказать, ставить уникальную сверхкачественную оптику, вы решите многие свои проблемы. Мне эту камеру предоставил магазин Кутузов Фото, где, собственно говоря, можно купить как саму камеру и многие леечные объективы, как старые, потому что переходничок подойдёт даже с R. серии зеркальных старых камер, я уж не говорю про M и L. Так что советую завести такое простое чудо техники и получить некоторое удовольствие, как в области статической фотографии, высокое разрешение, так и в области видео. Потому что видео в этих ролике, там, где фигурируют, тоже снято этой камерой. Я могу пожелать столько новых удовольствий, всё-таки, несмотря ни на что, цифровая техника развивается и доходит даже до нашей страны. На этом до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова